Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Право на Орфорте нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Игорь Петренко, политолог. Игорь, здравствуйте. Приветствую вас. Сегодня будем говорить, что там с самолетами, на самом деле с F-16, конечно же, о том, что у России проблемы с ядерным оружием, или наоборот, она готовится к ядерному удару, и красные линии закончились, они не закончились у России, а то нам, честно говоря, тут непонятно. То мы по Крыму нам нельзя, то нам туда нельзя, а мы все делаем, и нам за это ничего, кроме возвращения наших территорий. Но давайте для начала мы ответим на вопросы от наших зрителей, напоминает Блиц-интервью, короткие вопросы, короткие ответы, два-три предложения. И вот следующий вопрос, который интересует наших зрителей. Путин, по вашему мнению, он затягивает войну, или просто у него нет понимания, а что дальше? У него просто нет выбора. На самом деле сейчас, скажем так, что цена продолжения агрессии, она для него ниже, нежели цена пойти на уступки. Поэтому для него единственный вариант – это действительно затягивать войну и, ну, скажем, готовиться к затяжному, скажем, конфликту. А других вариантов у него нет. Вот говорят, что была такая информация, что Путин вроде уже как готов расплатиться с Украиной, конечно же, скорее всего, деньгами олигархов и того, что уже конфисковали, да, в обмен хоть на какие-то территории, чтобы это можно было продать в России, как победа, вот там, вот такие дела. Как считаете, возможно, это правда? Да, я думаю, что такие сигналы они могли посылать и, скажем так, говорить, может, даже прямо нашим партнерам об этом, но это Украина абсолютно не устраивает. Любая уступка Путину будет считаться для него, скажем, победой, и он будет это использовать как определенный казус бы. И он будет ее раскручивать. И это очень будет плохо и для других, скажем, теоретических, теоретических, да, вот автократов, которые будут собираться что-то делать подобное. То есть они все будут говорить, ну да, окей, там ужали, там санкции дали, там, короче, было, но все равно же, вот что-то дай, дай, дай и получи. А дальше уже там диска машина все это отшлифует и доработает. Вот такого тоже не должно. Следующий вопрос, наверное, от какого-то нашего российского зрителя, потому что вопрос такой. А в Украине не боятся, что союзники все-таки Украину сольют в какой-то момент и примут условия Путина? Ну, нормальный, абсолютный вопрос. Даже если это от российского телезрителя. Нет, не боимся, точка невозврата, да, Рубикон уже, он перееден. И на сегодняшний день проигрыш Украины это проигрыш Запада, все, точка. И поэтому то, что мы слышим от наших партнеров, это то, что они будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. И столько нужно будет давать ресурсы. И я прошу прощения, как минимум в течение этого года мы вообще можем не трогать этот вопрос. Почему? Потому что фактически бюджет на помощь Украины, он утвержден на уровне парламентов, Конгресса. Но если говорить про свежие Америки и других стран, он зафиксирован, скажем, бюджет, и они уже понимают расходы. И все с этим, скажем, согласны. Поэтому пока этот вопрос можно даже не поднимать. У России будут силы для глобального, такого, последнего удара? Они теоретически могут это сделать, но это будет то же самое, что было 24 февраля. То есть если они попытаются опять наступать по всем направлениям, используя те силы, которые есть, они незначительно меньше. То есть смотрите, вот модернизированная новая техника, она была перемолота в течение первых двух месяцев. Ну, в основном. Некоторые остались, понятное дело, да? Ну, то есть уже они собирают там и танки старые, и все остальное. И оно не отвечает тем, на потребности современной, скажем, войны. Гнать больше людей, ну, теоретически могут. Плюс Украина более готова уже, да? У нас укрепленные районы, у нас больше техники, там, поставок и дыдя. Ну, то есть это глупая абсолютно затея. Я не думаю, что они этим, уже имея горький опыт, первые. Они, скорее всего, будут локально выбирать точки. И главная задача для них будет захватить Донецкую-Луганскую область. Всю полностью попытаться сохранить, скажем, контроль над сухопутным коридором Крым. Даже если сухопутный коридор не получится, там, в русском направлении и так далее, то хотя бы Донецк-Луганск мы освободили, ай-яй-яй, молодцы. Ну, это дальше там бороться вот за Крым. Поэтому ресурсы у них могут быть, но это огромная, большая, скажем, глупость. Хотя, опять же, мы с вами рационально говорим и мыслим, да, а там может быть абсолютно иррациональное решение Крымова. У Кремля есть план выхода из этой войны? Нет, нету выхода из этой войны. Они бы очень хотели иметь в Украине, по их мнению, договороспособную власть, которая готова идти на уступки, которая готова, скажем, слышать у западных партнеров, так, как это было в прошлые времена. Когда мы подписывали Минские соглашения, помним очень эту риторику, да, не будем сейчас там политику называть, не хочу, когда в Украине была одна риторика, мы тут, да, мы, штанг, да, это все. Едешь назад и говоришь, да, да, мы все сделаем, у нас все будет хорошо, мы вот там, и вот это постоянное сжевание, вот это вот резинка поведения. У нас, на сегодняшний, другие цели, это гарантия безопасности, да, и это, в целом, скажем, решение проблемы, не замораживание этой проблемы и так далее. Будем бы пошел на это с удовольствием, пожалуйста. Мы мог бы чего-то там отказаться, ну, с условием обязательно, оставить ФИБЕ какие-то определенные территориальные достижения, да, если можно сказать так. Если БЛИКС, назовите три фактора, которые ускорят победу Украины. Первое, это, безусловно, военная поддержка, помощь, это предоставление танков, предоставление авиации и вдалека, значит, ракет, которые могут бить на дальнее расстояние. Те же это КАМСы, возможно, даже лучше. Второй момент, это финансовая поддержка, очень важна тоже для стабильности, скажем, в Украине. Ну, и третий момент, он коррелигируется, это, скажем, сохранение того единства, которое есть на сегодняшнем обществе, в понимании того, куда мы должны двигаться. Наша задача сейчас победить войну, и наша задача — это отстроить, скажем, Украину. Вот это три, скажем, главных фактора, которые мы должны сохранять, держать, скажем, вместе. Тогда это будет история успеха. Будут самолеты или не будут? Что сказал Байден? Я думаю, что политическое решение после предоставления танков и, в принципе, того, что мы слышим уже очень позитивные моменты, даже практически финализированы по поставкам атакамцев, либо атакамцев, либо, скажем, других ракет с дальностью, то не давать самолеты — это уже не является каким-то запретным плодом или так далее. То есть здесь логика, она разворачивается, поэтому она должна достигать, скажем, по всем этим основным, скажем, направлениям. Но мы должны тоже просто еще понимать, вот предоставление оружия. С одной стороны, это поддержка вооруженных сил, да, увеличение их военной способности, значит, выгонять оккупантов с территории. Но еще это — это сигналы. Это сигналы Запада, Путина, которые говорят, «Слушай, чувак, смотри, мы даем танки, но ты готов как-то выйти на какие-то нормальные договоренности и выводить войска, прекращать агры?» Нету сигнала ответа. «Окей, мы даем сейчас атакамцев. Ты готов там разговаривать?» Нет, потом «мы даем самолет, ты готов?» Ну и так далее. Так оно будет постепенно, скажем, двигаться уже до логического финала. А для Путина, повторюсь, что для него сейчас пойти на уступки гораздо опаснее для сохранения его режима и сохранения его в целом, нежели пойти на уступки. Почему? Потому что накал настолько серьезный, ну, представьте, они сколько накачивают свое общество, что вот украинцы, фашисты убивают, уничтожают. Посмотрите на паблики, когда что-то происходит в Украине, ракетные обстрелы, как они там радуются, в экстази бьются, это вообще плохо. Фантастики приставки. И тут хопа, Россия говорит, все, мы прекращаем, мы забираем войска, выводим и все. Эта реакция будет серьезная, и много кто захочет этим, скажем, воспользоваться. И так далее. С другой стороны, интересно, вот есть много исследований, коллеги там в других логических центрах проводили, и они говорят, что гниния общественная в России, оно вот как пластилист. Как хочешь, так и лепи. То есть они задают вопрос, там, вы поддерживаете Путина и его войну в Украине? Да, поддерживаю. Вы поддерживаете прекращение специальной военной операции? Да, поддерживаю. Ну вот, вот в таком, скажем. Здесь можно, конечно, поработать, но пока для него это опасно с точки зрения определенной турбулентности внутри режима. То есть вот эти башни разные Кремля, тут Привожила, притопили, тут Герасимова, да, там, значит, Ковальчуки еще свои, по-моему, какие-то моменты, там Кадыров где-то еще там, ну, короче, очень много разных силовиков, военных. Вот, поэтому сейчас для него, к сожалению, к сожалению, да, опять же, идти на успехи, ну, это не вопрос, кстати, вот тут нужно отличать, что хорошо для России, что хорошо для Путина. В данном плане это разные вещи. Тогда смотрите, получается у Путина выход один, идти до конца и вот прям до конца с ядерным оружием. Россия нарушает ключевое соглашение контроля над ядерным оружием и Соединенные Штаты, не пускает Соединенные Штаты, инспекцию, да, на свои ядерные объекты. То есть получается, говорят в Соединенных Штатах, у Путина два варианта. Первый, с ядерным оружием у России все плохо и ее потенциал этого ядерного оружия переоценен. И второй вариант, Путин готовится к ядерному удару. Вы как считаете? Да, я думаю, что вряд ли он готовится. То есть как бы там ни было, но Путин очень тщеславный человек. Но чести нету там, да, там есть именно тщеславие. И он не самоубийца, к сожалению, наверное. Поэтому есть очень четкие сигналы с того же Китая, что просто ядерное оружие вообще нужно не педалировать, его не поднимать, не артикулировать и так далее, поскольку для них это абсолютно неприемлемая ситуация. И тогда он останется сам на собой. Плюс, ну опять же, это ситуация, из которого выхода не будет. В любом случае, под ответным действием, я думаю, что это будут еще плохие действия, учитывая, скажем, антироссийскую коалицию, хотите так это называть, которая есть, для самой Российской Федерации. Плюс, если будет информация о том, что Путин реально готовится к использованию ядерного оружия, он будет физически, я думаю, ликвидирован. Это будет, скажем, дело чести многих разведслужб разных стран, которые пытаются провести в какой-то кооперации что-то, ну такое сделать. И ему нигде нельзя будет уже сохраниться. И здесь нельзя уже будет говорить, что что-то на что-то обменять. Да, там, ГАГу, скажем, на, скажем, какие-то уступки, возможность какой-то пенсии, какое-то проживание и всего остального. Плюс, опять же, нужно понимать, что все-таки в Российской Федерации, ну, скажем, да, Путина нету... С одной стороны, знаете, есть вроде как монополия, но там же чисто даже физический процесс нажимания на кнопок должен быть не один человек, их должно быть несколько. И вопрос, как другие на это реагируют, он тоже. Поэтому я склоняюсь все же к тому, что, учитывая состояние того вооружения Российской Федерации, которое они сейчас расконсервируют, как-то используют и так далее... Кстати, вот это тоже же момент, да, вы же знаете, да, почему они над Каспием стреляют ракеты, а не по Украине. Ну, потому что они падают, да, часто. Да, они падают часто, эти ракеты не срабатывают, и там же он, рыба, дохнет у них там целыми тоннами. Пускай в Писком море, потому что там, ну, вытекает вот это вот топливо на определенных видах ракет. Поэтому я думаю, что у них не очень хорошее, возможно, Путин, сказал, делает уже там релизию и так далее. И они же, опять же, пытаются и все делать, ну, тем, что вот смотрите, вот этот неопределенность, а мы будем на ней играть, европейским особенно, Шольцу. А вот мы не пустили, а вы знаете, почему вы не пустили? Знаете, с таким ухмылочкой смотреть. Вот такие моменты тоже я абсолютно не исключаю. Но мне кажется, что использование ядерного оружия это все же очень отчаянный шаг даже для Путина. Хорошо. Вот это вот ядерное оружие, оно же должно было примениться, когда Украина переходила красные линии. Там Запад переходил красные линии, да? Сначала поставка артиллерии. Красная линия. Артиллерия есть, красных линий передвинулись. Поставка Хаймерсов, да? Красная линия снова передвинулась. Теперь поставки танков. Не дай бог вы поставите танки, это будет... Ну, ничего не происходит, кроме нашего продвижения, освобождения наших территорий. Какие следующие будут поставки? Россия назовет красной линией. Или красные линии дальше просто будут сдвигаться, 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 сдвигаться? Ну, очень хороший вопрос. Если можно, я дополню до предыдущего еще важный момент. Я не ядерщик, да? Но я очень глубоко погружался в эту тематику. И есть очень ложное представление о том, что ядерный удар — это конец всему. Вот конец мира и апокармис. Нет. Абсолютно не так. Поэтому считать, что если Россия использует ядерное оружие, и кого-то она что-то уничтожит, то никто не сможет дать какой-то там ответ. Это ложное представление и так далее. Ядерный боезаряд, он имеет свой разный поражение, свои определенные, скажем, моменты и так далее. Потому что Кирсим и Новогасаки, люди в эпицентре тоже выживали. Просто пребывают на подвалах и так далее. Поэтому, опять же, давайте отходить от этого апокалипсиса и страха перед тем, что Россия там использует ядерное оружие. Так, к слову, просто. Нет, знаете, я думаю, что украинцы не боятся. Это европейцы боятся. У нас что, Чернобыль, мы пережили Чернобыль, мы живем вот каждый день под обстрелами, мы выезжали под обстрелами с детьми, наши машины были. Ну, да. Давайте о красных видео. Абсолютно верно, да, абсолютно верно. Что касается красных видео. Вот это вопрос, знаете, не в глаз, а вбро, ну, так точно. Супер. И с самого начала войны, так же, как Российская Федерация пересматривала свои цели, вы помните, какие цели были? Делесификация, демилитаризация, ну, там, еще там куча разных слов и всего, значит, остального. Потом они от этого отказывали. Сейчас они вообще никакие требования не выдвигают и так далее. Потом по красной линии. Особый любитель проведения красных линий, а потом удаления из своих социальных сетей. Это Дима Алкоголик, он же Дмитрий Медведев, бывший президент Российской Федерации. В том числе, секретарь Совета Безопасности. Но это все, скажем, такие моменты, которые используются для внешней аудитории. Ну, для внутренней они потом просто переигрывают это, что вот мы такие, там, туристы, еще как-то. А вот для внешней, что вот, а-я-я, вы там не предоставляете. Но это не работает. Вот любые красные линии Российской Федерации на сегодняшний день не работают. По многим причинам. Во-первых, потому что Российская Федерация полностью размыла свой авторитет. Его потеряла, утратила, и, в общем, воспринимается, как и визгой. Дальше это то, что Россия, она не выполняет свои угрозы. Ну, вот как бы там ни было, да, вот, что тогда рассказывал Путин. А, ну, да, ну, то же самое, да, когда вводили они в состав Российской Федерации территории захватчины, в Кокрошской, Курсуланской области и так далее, все, это же мы тут на тебе киняшку прорвем. В ответ ничего не исключилось. Провели контор наступления, отбили частные территории, просто укупились, окопались на тех территориях, которые у них остались. То же самое по Крыму было. То же самое было по мосту, помните? А некоторые коллеги мои пугали прям, да вы что, зачем трогать Крымский мост? Они же там по Киеву все мосты разобьют и все остальное. Ну, это, слушайте, это такая риторика, ну, странная, в ситуациях, скажем, войны. Поэтому вот Путин не поступил как пацан. Вот он же еще и питерский там пацан, и дворов там и все остальное. Как он там по-пацански разговаривает, решает, скажем, вопросы? А здесь, ну, балабол. Ну, вот, понятным ему языком он балабол. Ни на что они как бы не способны. И получается что? Что, скажем, средства, кроме ядерного оружия, для продвижения своих интересов, дипломатия, ну, фактически, ну, хорошо, у них может быть там кооперация определенная. Где-то Китай что-то под собой, какие-то страны СНГ, там где-то, может, Беларусь, может, что-то выгорит в Африке, ну, в Африке сильно не выгорит. Я смотрю просто по Замбии и, как там договариваются, что там американцы и китайцы. Что-то мне кажется, что там в России как бы места особо тоже скоро не найдется. Особенно запретом американцев к Магнеру. Я думаю, там может быть тоже интересные, скажем, такие вот процессы. А военно, военно, вот, армия вторая мира. Ну, обосралась вторая армия мира, вот и все. И нет особо, как бы, результата. Да, там мобилизация, где-то что-то расконсервировано. Но эффекта, эффекта, эффектности и эффективности ее особо как бы нет. Поэтому, ну, ничего особо не остается. Вот, единственное, тогда можно поговорить, что-то там поугрожать. И то, вы смотрите на изменения угроз Путина. То есть изначально он говорил, ну, даже не он, больше его окружение, что вот будет вот это, мы там сделаем вот такое. Сейчас он, там, мы еще там не сделали, мы там можем, мы там, ну, очень обтекаем. Очень обтекаем. Вот никакой такой конкретики, никаких моментов, что, знаете, за слово, так сказать, не зацепили. Поэтому все красные линии России, ну, а, еще тоже вспомните, я прошу прощения. Левков, когда говорил, выбирайте НАТО на границе 97-го года. А то что? Мы применим всю силу, там, России и так далее. Над тебе он, ну, хорошо, Швеция может чуть задержится, Финляндия, скорее всего, летом станет членом НАТО. Границам приблизили, ракеты летят, да, как там, любимая фраза Путина, скорость подлета ракеты уменьшается, там, на сколько, там, минус, Финляндия, пускай посчитает, там, до Питера. Сколько, как минимум, будет долетать. И все, ну, дальше, дальше, дальше ничего нету, дальше особенно пустота. Еще, смотрите, уже интересно, они же любили шантажировать. Вот у них было сначала это военное, потом, значит, ядерка, ядерка, но теоретически, а где-то остается, оно, скажем, уже раздывается. Вопрос же, газ, да, заморозить Европу и так далее. Полностью обгадились. Ну, я прошу прощения, Европа диверсифицировалась, изменила поставки и возврата старых схемам, скорее всего, тоже какими-нибудь. Чем дальше бить? Чем? Чем Россия может кого-то в чем-то где-то там заинтересовывать и так далее? Ну, практически. Чем Россия может дальше пугать? Ну, только ядерным оружием, это все. Его применение. Ну, оно, просто, понимаете, оно само по себе, во-первых, психологически действует, а во-вторых, все равно же все просчитывают, какие будут ответы и сколько это будет стоить, и как это повлияет на всю жизнь на планете. Поэтому здесь есть вот такие моменты. Поэтому вот пока могут и будут использовать. Опять же, я говорю, что если это будет всерьез, Россия будет этим заниматься, ну, мы же принимаем, как работает разведка, да? Я думаю, что действия, они будут здесь как раз вот очень и очень на опережение. Хорошо. А у Запада есть какие-то красные линии, которые не должна перейти Россия? Или, может быть, у Китая есть какие-то красные линии, которые не должны перейти Россия? Вот ядерное оружие, я думаю, что это красная линия. Вообще, даже разговоры вести об этом, они очень четко об этом говорят. У моторцев, кто приезжает на Россию, он может показать и разложить. Ну, смотрите, во-первых, тоже санкционное давление на Российскую Федерацию, оно не является достаточным, не является финальным. Ну, как минимум, вот группа Макпола и Ермака, у них есть барометр, да, значит, санкционный, и там, по-моему, где-то процентов 70, они считают. Ну, около 70 недостаточно. И самые болезненные санкции, они еще как бы не введены. Ну, то есть есть на чем играть, есть на чем убить. Поэтому здесь рычагов влияния, ну, их, скажем, больше. С другой стороны, конечно же, есть свои завязки, связи с конкретными бизнесами и так далее, которые тоже там лоббируют, это тормозит все эти процессы принятия решений там в Западе, на Западе и так далее. Возможно, есть другие еще красные умения. Там, касательно, допустим, уничтожения каких-то объектов, ну, может быть, теоретически, да, там где-то, ну, сложно сказать, прям, выдвигают они какие-то требования, или не выдвигают. Вот. Но в целом, это да. И самое главное, красное мнение, это, безусловно, страны, любые конфронтации со странами НАТО. Ну, если мы говорим о НАТО, в целом, и в Фриктино, как бы, Западе, это тоже абсолютно как бы неприемлемо, и здесь тоже достаточно должен быть сильно ответственность. Вы же помните, смотрите, как они педалировали и сбрасывали вопрос, а что будет, если Россия нападет на Эстонию, захватит, а ответит ли НАТО? А будут ли они там отвечать? А сейчас об этом они что-то не говорят. Да, как-то у них не сильно вызывает сомнение уже консолидированность НАТО, его готовность использовать, а ТАТУ, СКЛИЧУ и все остальное. Ну, потому что они видят, что есть консолидация, поддержки Украины и так далее. Да, пускай это не непосредственно Альянска Конституция, это странно. Ну, мы же понимаем всю эту конструкцию, как она работает. Поэтому вот они уже, скажем, немножко по-другому воспринимают эту ситуацию. То есть питерскому пацану объяснили, что трындеть, не на одуванчике дуть. Да, есть такое выражение. Хорошо, давайте рассмотрим следующий вопрос. Есть три сцены, есть много сценариев, возможных за окончание этой войны, но вот самые такие важные, да, о которых это говорят. Вот их три. Давайте в процентном соотношении, по вашему мнению, какие будут более реальные или, может быть, предпочтительные. Вот первый сценарий, о котором говорят, это Россия, в конце концов, признает свое поражение. Ну, или не признает, а просто выводит войска, а у себя рассказывает, что они победили всех нацистов и все, что там ему только возможно. Что тогда будет с Путиным, с верхушкой Кремля? Смогут удержаться у власти или они в таком случае? Ну, теоретически смогут. Опять же, поскольку я говорил, что их общественное мнение, это как, ну, скажем, такой пластилин, лепить из него что хочешь. Плюс вопрос в том, а что будет с так называемым ДНР, ДНР из Крыма? То есть они могут вывести войска, ну, допустим, оставить эту территорию и сказать, что вот мы наказали нацистов, они больше не пойдут, значит, Луганск-Донецк там обижать, ну, вот в таком каком-то, да. Или там, кто будет рассказывать, что они там обещали воду в Крыму. Ну, теоретически могут это попытаться продать. Но в целом, в любом случае, постанет вопрос, даже если не у рядовых граждан, но у других, те, которые понесли самые большие, скажем, издержки, а нафига все было начинать? Результат такой, ну, реально, скажем, в геополитическом, то есть Российская Федерация, она профукала все свои дипломатические достижения, которые у нее были за последние 10 лет. Ну, они были реально, ну, тут ниоткуда этого не денешься. Они как бы не вернутся. Они фактически там рассматривались как там партнеры Китая в определенных, скажем, проектах, в том числе геополитических, его, да, амбициях. Китай не будет сейчас рассматривать Россию как своего там партнера и так далее. Максимум результанную базу. Ну, то есть они тоже это все как бы профукали. Убили большое количество населения и так далее. Ну, можно сказать, что они зэков утилизировали, меньше налоги будет. Ну, такой вариант себе. Вот поэтому, а вот этих людей будет этот вопрос. И они будут считать, что Путин действует ну, далеко не рационально. То есть до этого практически все действия Путина в конечном итоге они имели какие-то плюсы. Да, это могли быть большие там траты, издержки. Ну, в конечном итоге или репутационные плюсы, либо там финансовые. А в этой ситуации этого не будет абсолютно. Оно не будет. Вот. Поэтому я думаю, что риски для самого режима Путина они будут достаточно большие. в таком, скажем, сценарии. Вот. И, скорее всего, такой сценарий, он возможен, если, скажем, ну, будет уже какое-то понимание. Если больше Путина как-то заставит это сделать, это какие-то гарантии, там, что он будет какой-то пластической операции где-то доживать на Алтае. Свои, там, грубо говоря, дни, а он заберет это весь негатив, ну, и кто-то придет, другой, который скажет, блин, ну, уже вот так произошло, давайте жить дальше, скажем. Ну, и тут Запад, скажем, там, вот смотрите, мы готовы еще вот вам программа отмены санкций, там, если будут поменяться, все остальное. Ну, вот такой сценарий. Теоретически, он, скажем, возможен, но он предусматривает все-таки смену Путина, как бы там это ни было. Второй сценарий. Провал на поле боя. Путин в Украине хоронен всю или большую часть армии России. Что тогда? О, да. Вот этот сценарий, да, он, я бы сказал, даже немножко более возможен, поскольку, опять же, очевидно, что Путин, он тоже, скажем, какой-то, знаете, вот этой мыльной шарики прибывает по этому информации. Ну, скорее всего, ну, и опять же, по тем решениям, которые он принимает, я понимаю, публичное там выступление это одно, они имеют свое там, но в целом, скажем, ситуация далеко, скажем, вот не лучше. Тогда я думаю, что мы будем иметь военный переворот в Российской Федерации. Почему? Ну, во-первых, всех военных не перебьем, скорее всего, да, но с другой стороны Путин уже будет себя как-то сохранять. А он будет рассказать, что это не он виноват. Ну, это, скажем, это два отпущения. Ну, это два отпущения. Ну, это два отпущения будет или Герасимов, или генералы там, или еще кто-то. Ну, вряд ли они захотят с таким стилем, скажем, мириться. Ну, плюс это вопрос их жизни. Они же смерть видят, скажем, не так, как Путин, там, где-то по спискам, да, если им это приносит информацию, да, или по телевидению где-то там рассказывают. Они видят это в своей жизни, на очи, и так далее. Вот, я думаю, при таком сценарии, если это будет действительно военное поражение, военным нужна будет успешная история. И, скорее всего, эту успешную историю они будут делать в Москве. То есть без армии или без ее остатков даже Путин не сможет убежать власть? Да не сможет. Я думаю, что там, да, там уже зайдет уже речь о том, коалиции создавать, силовики, олигархи, военные там, олигархи, вот что-то я не буду думать. Но просто это будет самый серьезный удар по военным. То есть, если они ничего не сделают в данной ситуации, ну, тогда, скажем, все, их позиции будут очень-очень, скажем, слабы. А, опять же, в любом случае, военное поражение российской армии и Украины это серьезный удар по режиму Путина. И там в любом случае будут изменения. А, получается, военные, они будут в какой-то ситуации, ну, в самой худшей ситуации. Вариант улучшить, это использовать, скажем, тот военный ресурс, который у них есть, для физического продвижения своих интересов в процессе, скажем, в столице. Третий сценарий. Поражение. Не на поле боя, а через крах режима в Москве, в Кремле, да? Говорят, что там чуть ли не 80% приближено к Путину элит России, уже не хотят войны, хотят его заменить, но вот не понимают, как и чего-то ждут. В море погоды, наверное. Хороший вопрос тоже. Ну, смотрите, у них есть вечная конкуренция. Конкуренция между разными башнями. И Путин, он был успешен в том, что он умело или манипулировал, и ослаблял, усиливал, потом опять ослаблял, потом усиливал, ну, знаете, менеджерил, манипулировал даже ими. И сейчас у него тоже это получается. Но последняя ситуация с Пригожиным, она как раз показывает, что он не отказывается от этого своего принципа. Разделяй власть, скорее всего, да, его не скажу. Унижай власть, я думаю. Унижай тоже, да. Да, это тоже, скажем, его стиль. Вот, поэтому пока он, я думаю, сохраняет контроль. Здесь должен быть какой-то все-таки серьезный толчок. Опять же, этим толчком может быть либо военное поражение, да, либо это может быть тоже какие-то неадекватные указания, приказания. Вот мне кажется, что если там будут реально принимать, в том числе, окружение Путина, что-то готовится к применению ядерного оружия, тогда они будут тоже последние капли, когда они поймут, хорошо, а у нас есть арсенал, какой, даже если это маленький, ну, в любом случае, любой ответ, он будет достаточно, скажем, серьезным. даже если это не ответный ядерный, грубо говоря, ну, если руками там ударят, скажем, по незаселенной какой-то территории, ну, по острову земли, условно очень, да, приблизительно, будет ответ. Ответ, скорее всего, будет серьезный, военный, ну, и опять же, последствия будут очень, скажем, плохие, поэтому, ну, тут тоже они будут каким-то образом действовать. Плюс еще важный момент, это все-таки наличие конкретной группы, которая будет готова взять на себя ответственность за все, что будет, скажем, проходить. Либо коалиция этих групп. Вот каждая группа, башня Кремля сама по себе, она не самостоятельна в отношении взятия власти и ее удержания и управления, скажем, страной. А вот коалиция между ними может, а коалиция, опять же, она может быть слаба, на какое основание. Ну, тут много разных моментов, но самый главный толчок, это чтобы была эта коалиция. Хотя бы, пускай, спину с Путина, а там дальше уже живут себя сами. Такой вариант тоже нас устраивает. Но здесь должен быть толчок. Вот. Должна быть какая-то вот серьезный момент. Либо это может быть, конечно же, очень серьезное ухудшение экономического, очень серьезное, которое будет бить как раз с подкового окружения людям, которые принимают скажем решение. Потому что основное болото это такое. Ну, не, 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 нет вне сил. Да, это вот, ну, болото есть болото. Хорошо, по вашему мнению, толчок, это что? Ну, толчок, допустим, ну, как мы говорили, это поражение военное. Смотрите, мы, мы говорим, да, вот мы уже говорили о военном поражении, как вариант, мы говорили о, признали, ну, вывели войска, да, как вариант, а вот в случае вот сидят вот эти вот товарищи, да, которые приближенные к Путину и чего-то ждут, какого-то толчка, какого толчка они ждут? Пока вдруг Вася с Петей не договорится о чем-то, чтобы Вову убрать, или как? Да, вот знаете, вот механика где-то привезет такая, пока они между собой не договорятся, не найдут какую-то рабочую конструкцию, как это будет, и пока они не получат определенные гарантии для себя со стороны Запада. Как будто глупо не звучит. Сохранение, поддержки, помощи и так далее. Они ждут команды от Соединенных Штатов, что Путина можно убирать. Знаете, как грубо он бы не звучало, где-то так оно и есть, да. Вот когда поймут, что его можно полностью, скажем, уже вот, скажем, сливать, и они будут поддержку, плюс, они же понимают, да, что, допустим, кроме ситуации, она сложная, как бы плохая, поэтому им нужен какой-то видение, план касательно, там, отмены санкций, какой-то финансовой, теоретической поддержки России, новой России, не путинской России, ну, вот этих вот моментов, и, да, гарантии со стороны Запада их как-то сохранение. Но, опять же, есть большая проблема, проблема невосприятия общества, я боюсь, что такие конструкции могут быть очень слабыми и неразовечными. А вот откат, какой будет, он может быть разным, может быть, какие-то гидкины или какие-то националисты и так далее. Тут есть моменты, как тут, где-то будут действовать. Вот, но я думаю, что, да, вот ждут каких-то гарантий и какого-то удобного, скажем, такого случая. А удобный случай это ослабление, в силу тех, скажем, причин. Пока он, у него есть эта слабина, но она недостаточна. Знаете, это небольшая брешь, так вот она сыщится, но еще она не вымола на что-то такое более крупное. Хорошо, давайте последний вопрос. Россия проиграет в этой войне, потому что, назовите три ваших вывода. потому что, ну, скажем так, потому что она не замахнулась на то, что она не смогла, скажем, реализовать. Она переоценила свои силы, ну, опять же, просто объективно. Переоценила свои, скажем, силы, возможности, инвелировала тот потенциал, который у нее был. Это они сделали, скажем, абсолютно самостоятельно. В второй момент, потому что украинцы оказались немного, скажем, сплоченными семьями, нежели о них думали. Ну, коррелируется, да, ну, то касается внутренней переоценки самой России и ее там величия. Надеюсь, недооценки очень, скажем, украинцев и того, что мы делали за последние годы. Они, понимаете, очень активно продвигали, что вот у нас там и власть не такая, что мы там и то не делаем, мы это там разваливаем и все остальное. Но это не отвечает действительности. Стойкость институтов украинских, несмотря на то, что они далеко не идеальны, оказалось в разы сильнее, нежели кто-либо мог подумать. Это феномол, в самом деле. Поэтому это и есть. И третье, Россия проиграет, потому что она способствовала формированию, усилению, скажем, вот того, о чем говорил Байден. Это вот формирование такой коалиции демократических государств, которые будут бороться с автократией. То есть вот вместо того, чтобы размывать эту коалицию и не давать никакой ориентации, они их сплотили, просто сплотили как раз на теме Украины и на оказание ей, скажем, помощи. Поэтому, ну, тут выстрел в ногу, в руку и в голову. Вот то, что делает Россия. Знаете, как в этой старой сказке, по-моему, индийской или, ну, какой-то азиатской, о том, как удав пытался проглотить антилопу и в итоге умер. Потому что раньше он питался только одними кроликами. Вот, наверное, совет Путину, не знаю, может он когда-нибудь увидит это интервью. Надеюсь, нет, надеюсь, он сдохнет. То, да, совет такой, наверное, было не стоило бы глотать то, что не сможешь переварить, а то это тебя убьет. Мы желаем побыстрее удаву подавиться и отпустить от себя все республики, которые он держит, ну, под гнетом, фактически, которых он унижает. Большое спасибо, Игорь, за интервью. Спасибо. Ждем победы Украины. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,